В рингах приглашаются в ростовый первый пары Владимир Владимирович Канян, Аминьоза, Кириша, Красного Брунга, Владимир Владимирович Канян, мандар Центрального Федерального Округа. Он, кстати, является победителем первенства Европы 2019 года. Причем на том турнире, как вы знаете, в общекомандном зачете сборной России добилась рекордного результата, завоевав 15 медалей. В синем улоринге Аминьоза, Бекешев, команда Северокавказа, Красного Брунга, 3 динута в соревнованиях до 49 килограммов. Удачи! Унимательным слушанием выполняем моей команды. По затылку, по спине, ниже пояса не бить, держать не бороться. Пожали руки. Удачи! Уранского федерального округа, это Красный угол. Владимир Владимирович Канян, прошу прощения, в своем предыдущем поединке с соперником из Южного Федерального Округа. Бам! Боб! Боб! В дир ihaniten ABIL Боб! 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 Регламен боёв три раунда по три минуты. Несовая категория 49 килограммов, поэтому спортсмены лёгкие, спортсмены очень быстрые. Работают они активно, выпускают очень много ударов. Да, конечно, вероятно, огневая мощь здесь будет не такая, как у боксера, скажем, на несколько категорий выше. Но при всём при этом мы с вами здесь вправе рассчитывать на хорошую технику. Ну и, конечно же, на высочайшую скорость. Всю голову красную. Делает реферис замечание Владимира за то, что тут опасно идёт головой вперёд и так наклоняется. Что касается Аментазея Бекишева, то он является чемпионом России по молодёжи. Этот турнир он выиграл в 2019 году в Нальчике. Хорошо здесь через туловище пытался перевести на голову Владимир. Чуть больше минуты до конца первого раунда. Хорошо по туловищу. И вот здесь мы видели уже неоднократно, как Владимир Нацаканян переводил с корпуса на голову. А сейчас отлично на себя вытянул. Нацаканян попал здорово с правой руки. Но тут же Аментаза, посмотрите, достаёт своего оппонента. То есть в целом мы видим очень-очень конкурентный бой. Ну и здесь уже такой небольшой проход в корпус. Так перевернул соперника Бекишев. Передняя. Затемка внимательнее. Не толкай, синий. Пущу голову. Стоп! Бокс! Небольшая пауза в концовке раунда. Хотя казалось бы наоборот, необходимо активизироваться. Левый на скачке, не проходит Убекишева. Иногда валится прямо на соперника Аментаза. И здорово проваливает его Владимир Нацаканян. Но в целом, мне кажется, раун получается достаточно ровным. И смотрите, есть повреждения под правым глазом у Владимира. Боксеру 22 года. Боксом занимается 13 лет. Мастер спорта России. Петрошки. И так вот. Порядом. Уйти за него. Понял? Уйти за него. А не прямо. В рассечениях, конечно, есть большая опасность с той точки зрения, что боксерам приходится работать долго на таких турнирах. То есть, если мы говорим о профи, то здесь вы можете провести один бой и все. И потом там 3-4-5 месяцев отдыхать. Что касается спортсменов олимпийского бокса, да, будем так его называть, потому что теперь так именуют бокс ранее любительский. Вот те спортсмены, которые представляют олимпийский бокс, что они проводят несколько боев в неделю. Во-первых, приходится держать вес. Во-вторых, если есть какие-то повреждения, и они получены в самом начале турнирового пути, то, конечно, это может негативно сказаться на дальнейшем продвижении по сетке. Потому что можно было выиграть, да, при этом получить сильное рассечение, и врачи просто-напросто снимут соревнований. Поэтому не хотелось бы, чтобы подобную участь достигла Владимира Мацаканяна. Хорошо! Отличная двойка в исполнении представителей Центрального федерального округа. Здорово здесь передней ручкой раскачивает оппонента Владимир. Неплохо, как через туловище на голову пытается переводить на Центрального федерального коня. Пристрелялся, пристрелялся, боец из Московской области. Хорошо, ну ты прямо заряжал такой вот столовой удар. Правый боковой, Владимир, но вот не попал, правда? продолжает давить таза бекиша здорово по туловище пробивает и вот так смотрите пытается проморгаться сейчас владимир видимо все-таки это повреждение правого глаза его каким-то образом беспокоит неплохо правый снизу в клинче еще раз туда не толкай не толкай сразу видно что аминтаза бекиша представляет дагестан посмотрите на его уши борьбой занимаются в дагестане все будь ты боксер тэквондист кто угодно кикбоксер армрестлер после двух лет с борьбой то будет связано или иначе косвенно или прямо неважно хорошо здесь два его туда справа владимир дави-давида поддавливает голову соперника к низу владимир нацаканян но опять же здесь аминтаза бекишев очень высокий темп и такой еще не что чуть-чуть замедлился аминтаза бекишев 20 секунд плотно плотно попадает бекишев держать и держать аминтаза аминтаза бекишев спорная команда северокавказского федера голова полка давайте послушаем г н к м а фи вт на луну но он снимается в пи в пи вとи т-рых лодка подступен в россии все хорошо эминтазаа, умница, умница так же, так же на нем, он кончился его надо дожать. дожать надо дожать филп атака! филп атака! ну вот смотрите аминтазе бекишева Junior что соперник от него назад назад плотно на нем не давай думать самое главное не давай ему думать пространство не оставляй на нем сидишь понял? умница хорошая рекомендация на самом деле весь вопрос в том мне показалось что в концовке раунда уже подсел бакистанский боксер но опять же не разговаривай решили пообщаться в сторону пытается вкладываться в удар аминтаза но очень много промахивается это удары силовые которые до цели не доходят они очень серьезно выматывают функционально подсаживают и начинает действовать отообразно очень аминтаза я думаю что это так же связано с общей усталостью закладывается вот этот удар справа и читает его Владимир Носоконян очень легко уходит и подставляет плечо под него стоп! 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 посмотрите он использует удары снизу использует удары слева по туловищу по печени аминтаза уповает исключительно на двоечке пока в основном на своей двойке вот на эту такую закидуху справа он прям знаете так в стиле Александра Поветкина с уклоном влево и сразу же выпускает вот этот удар справа длинный такой довольно размашистый довольно амплитудный вот этот выпала капа у Владимира Носоконяна хорошо вот здесь здорово с контрио левым боковым Владимир вот здесь очень важно кто заберет чистые эпизоды в этом раунде потому что в обмене понятно оба попадают оба действуют весьма и весьма неплохо стоп! 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 не просовывая руки бокс! стоп! 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 минута 10 до конца этого поединка идем бой! идем бой! не толкай! не толкай Сирии! сейчас назад здесь просто пытался повисеть на оппоненте вот здесь грамота на выходе из клинча аминтаза хотел сработать Мацаканян вроде бы там был насторожей и руки у него остались на месте но при этом необходимо все время все время быть внимательным мы знаем вот эту восхожую фразу которую обычно произносит все судьи попадает справа аминтаза да извиняется Владимир Мацаканян за удар по затылку и сам пошел брать реван сейчас за упущенный эпизод мы опять же это микро эпизод поменял столько Мацаканян здесь боксируем боксируем не толкаем боксируем хорошо мне нравится как левая ручка сталкивает соперника Владимир Мацаканян прям поздно так попадает по нему джебом и далеко не всегда есть возможность здесь и аминтаза прицеливаться и хорошо потянуть сейчас оппонента на себя Владимир Мацаканян но в целом мне кажется чуть лучше в этом бою был именно Мацаканян здорово правый сбоку там все бой закончен но с другой стороны давайте скажем что аминтаза Бекишев это молодой боец у которого безусловно еще все конечно впереди но я бы не сказал что Мацаканян старый да ни в коем случае но еще раз подчеркиваю что этот турнир это главный смотр ведущих сил российского бокса ну понятно что мы тут не увидим боксеров которые дрались на чемпионате мира в Екатеринбурге да но это такой вот ближайший ближайший резерв который в любой момент должен быть готов выстрелить давайте давайте услышим вердикт в этом бою раздельным решением судей победу одержал боксер в синего угла Аминтаза Бекишев нет смотрите Аминтаза Бекишев убежает в этом противостоянии приносит своей команде два очка с чем мы его категорически поздравляем молодец по поводу в в и в в